И вот снова пора большого хоккея. Московский международный хоккейный турнир на приз известий называют малым чемпионатом мира. Сильнейшие рядовые дружины пробуют свои силы перед решающими схватками за хоккейную корону планеты. Сборная команды Польши, Чехословакии, Старый добрый знакомый Снеговик, ставший эмблемой традиционных декабрьских встреч. Волнуются и соперники сборной Финляндии. Молодежь. А с ними ухо надо держать в остров. Хоккеисты. Таинственный народ. В космических шлемах, тяжелых доспехах, не без странностей. Говорят, что хоккеист сам стирает и гладит перед игрой свою форму. Никому не доверить. Нельзя. Ну что ж, пора начинать. По-русски радушно встречаем гостей. Когда-то мы удивлялись, глядя на канадцев. Перед игрой они постукивали клюшками по щиткам вратаря. Теперь это стало привычкой для многих. Видите? Будто устрашают соперников. Не возмутимы только судьи. Так, шайба в игре. Но прежде чем рассказать о том, что происходит на поле, я хочу обратить ваше внимание на то, что встреча сборных команд Финляндии и Советского Союза, открывающей турмин «Крис-известий», собрала тысячи болельщиков. Зал дворца спорта переползил. Что там не говорите, а у настоящего ценителя хоккея есть особый нюх на интересный матч. Захватывающая игра. С самого начала быстрый темп. Соперник в этом матче пренебрели разведкой, как говорят тренеры, прощупыванием сильных и слабых сторон противника. Сразу бой с открытым забралом. Вперед на штурм ворот. А вот и первая шайба турнира. Шайба в воротах финской команды. Еще одна шайба. Советская команда выиграла. Выиграла убедительно с большим преимуществом 8-3.